Действительно, правильно было отмечено счетно провалов при проведении проверки за последние годы, особенно за 15-го финансовое экономическое состояние, в целом задолженность, кредиторская задолженность на обсете сформировалась в недвижении последних 80 лет. Так, например, в 2011 году задолженность кредиторская чистое составляла 62 миллиона, в 2012 году 143, в 2013 году показали 152 миллиона, и по итогам 2014 года уже было 190 миллионов. Как правильно было отмечено счетно провалов, задолженность 220 миллионов была сформирована общественного состояния не на конец 2012 года, до его ближайшей, можно сказать, середины, до третьего квартала, до сентября месяца. К концу 2012 года, а именно к декабрю, январю 2017-2016 года, точнее, кредиторская задолженность на обсете сформировала более 240 миллионов рублей, что не позволяло комбинату не только оплачивать текущие платежи и сборы, в том числе отчисления, вроде бюджетные фонды, но и платить зарплату. Для погашения задолженности в возрасте комбинат ежемесячно практически оформлял у нас кредит, для того, чтобы просто людям платить зарплату. При этом, золь, постоянно отказывая поручения от налоговых служб и иных, искальному органу заморализующих, так комбинат фактических деятельностей не мог осуществлять. Чистый убыток по сравнению с 2014 годом в 2015 году составил порядка 75%. То есть нельзя было говорить о финансовом оздоровлении комбината в связи с убыточной деятельностью и в целом финансовой инъюнктурой, которая сложилась на экономической коридорфе. Действительно, органами управления все это были допущены ряд уголовных, в том числе, на наш взгляд, уголовно-профессуальных отношений. По итогам проверки, которые были инициированы и агентством печати, и агентством управления в госимущество, правоохранительные органы направлены на порядка семи заявления обращения в отношении деятельности предыдущего генерального директора, и по факту предоставления подложных сведений в органы управления, органы государственной власти, и по факту создания обществ, которые были инициированы без соответствующей процедуры, с нарушением соответствующей процедуры, без уведомления органов государственной власти. В настоящий момент одно уголовное дело уже возбуждено, находится на рассмотрении в суде, на арест, на имущество бывшего генерального директора наложен арест, и также рассматриваются возможности, ведется проверка, рассматриваются возможности в ближайшем году. Если есть вопросы, я готов на них ответить.